ТЕАТРАЛЬНЫЙ ПРОЕК Сегодня Андрей Владимирович Нартов, художный руководитель, основатель Театра Танц. Здравствуйте, Андрей Владимирович, рада вас видеть очень. И Татьяна Пчелкина, артистка Театра Танц. Татьяна, тоже безумно рада вас видеть у нас в студии. Здравствуйте. Да, очень приятно. Здравствуйте. Ну, у меня очень много вопросов, потому что проект действительно безумно интересный, уникальный и, не побоюсь этого слова, самый загадочный на данный момент, наверное, в театральном мире, всей нашей планеты причем, не только России. Ну да, нам всего мира, да. Да, так вот, я так понимаю, что это даже пьесой-то, наверное, не назовешь, это некий эксперимент, правильно я понимаю? Ну, я не знаю, как его назвать, но все-таки давайте начнем сначала, да? Давайте. Да, давайте начнем сначала, как мы вообще узнали, про что, вот как. Я как-то, как всегда, я листал, был в поисках, летал по всему интернету, и я нашел красивую картинку, красный кролик, белый кролик в графике. И какое-то название, Насим Салейманпур, иранский драматург. Потом перевели все это мне с английского на русский, и оказывается, я узнаю целую историю. Девять лет назад, девять, да? Точно, девять лет назад, он должен был идти в армию, он из Ирана, из Тегераноса, он как бы человек мира, он говорит, я не пойду служить в армию. У него отобрали паспорт, и он стал невыездным, а он сам как бы писал драматург. И он пишет вот эту замечательную пьесу «Белый кролик, красный кролик», и запускает ее по всему миру, но с одним условием. Актер должен видеть пьесу прямо перед началом, ее доставляют, и один актер играет ее один раз. Это, в общем, такие условия. Сражайшая секретность. Да, ну и как бы мы сейчас, ну, потом все это мы шли в переписку, в общем, полгода жизни было потрачено на вот этот проект, да. Но не зря. Ну нет, нет, не зря, потому что с каждым днем это становится все интереснее и интереснее. Вот сегодня, буквально пришла относимо в Инстаграме, что сегодня его играют, как эта страна называется? Монте... Монтовидео. Монтовидео. Вот сегодня в Монтовидео, это Уругвай, играются восемь кроликов. Начали с сегодняшнего дня. Да, начали с сегодняшнего дня. И только восемь... Да, восемь дней подряд они дают, вот. Так же, как и в Москве, в декабре было сыграно на Европейском современном театральном фестивале «Семь кроликов». И когда уже все это прошло, и мы заключили контракт с немецкой фирмой в Берлине, Аврора Нова, там все очень строго. Все в европейских, все в евро. Я вам скажу, Анна, все в евро. Все серьезно. Да, лицензия в евро, это в евро. Но заключение контракта, это очень такая интересная вещь. Когда мы перевели, все строго. Что мы должны говорить, что мы должны не говорить. Они даже заказали четыре места на каждое представление, что мы будем. То есть будет присутствовать... Строжайший контроль. Да, строжайший контроль. То есть ничего не украдешь, ничего не утащишь. Да, там не снимать нельзя будет. Не фотографировать. То есть ничего нельзя делать, то, что оговорено в договоре. Плюс еще придут инструкции за 48 часов. Да, за 48 часов мы получаем инструкцию, как я должен быть одет, что должно быть на сцене. А потом уже в день, в 19.00, 7-го числа, я получаю пьесу. Потом 8-го числа, следующий вы получаете. Мы распечатываем непосредственно на сцене, зрителю показываем то, что мы ее не знаем. В общем, это не сценарий. И там вот что можно сказать, что это сам драматург через актера начинает общение со зрителем. Нету ни четвертой стены. Это импровизация. Нету актера, нету зрителей. Это авантюра. Да, то есть все участвуют вот в этом процессе. Вот я так понял. Я хочу подчеркнуть вот эту атмосферу строжайшей секретности, поскольку на 25 языков в мире переведена эта пеша. Да, и 49 странно. Даже больше, да, уже вот у меня устаревшая информация. Видимо, еще перевели, пока я готовилась к программе. Так вот, ее уже действительно показывали во всем мире. И такие артисты, как Вупи Голберг, всем известная, играла в этой пьесе. Так вот, очень интересно, что сегодня при возможностях иметь при себе гаджеты, при возможностях интернета, люди действительно держат свое слово честно. И до сих пор нигде не просочилась никакой ненужной информации. Как в Москве же было симкро. Алиса Гребенщикова, Красовский. Да, да, тоже очень имеликие артисты. Да, наши великие актеры. И зал был на 200 человек. Вот мне никто не верит. Все сказали, да ну не может быть, да. Вот кто-то там из-под полы снял или что-то. Вот нет. Посмотрим. Да. Ну полторы тысячи народу посмотрели. Ну в Москве посмотрели, да. И никакой информации нет. И там еще вот указано, интересно, на полном доверии, строго секретно. Это сам драматург просит. Там есть условие, что во время этого представления, во время этого спектакля, на сим через меня, как бы допустим, да, просит открыть телефоны, включить телефоны и записать его электронный адрес, потом выключить телефоны и убрать телефоны. В общем, все, один момент. Да, вот один момент, да, вот в этом вот есть. Представляете, да, человеку с его пытливым умом и интересом вообще к реальности, к происходящему, насколько нужно взять себя в руки и заставить выключить телефон. Стремление к просмотрам. Ведь представляете, если кто-то один, да, это выложит, то тот же инстаграм. Да, миллионы просмотров. Но люди вот держат свое слово. Видимо, все-таки какая-то интрига внутри, может быть, конверта будет, просьба какая-то, либо информация, донесенная до людей, которая заставит их все-таки задуматься, а стоит ли выносить такую информацию, да, как вот это представление, за пределы стен театра, где оно играется. Ну, я, по-моему, думаю, даже знаете, в чем это будет интрига? Что тогда проект перестанет существовать. Да, он сразу моментально. Если кто-то выложит, то есть вы можете просто убить проект, который может еще несколько лет облететь, потому что, если учитывая нашу страну, Россию огромную, это было в Москве семь кроликов, да, и у нас три кролика. То есть, ну, посмотрят буквально, допустим, 300 человек, ну, допустим, у нас во Владивостоке. Ну, это максимально, да. Это максимально, потому что у нас площадка маленькая, а билеты разлетаются просто как горячие пирожки. А, допустим, находка, Уссурийск, ну, наш его там, Хабаровск, Сахалин. То есть, я вот даже думаю, может быть, с ними как-то поговорить. Поделиться, да? Да, что может быть в Находку, допустим, там, в Уссурийск, ну, хотя бы Приморский край. Да, я хочу подчеркнуть, что то, что спектакль пройдет во Владивостоке несколько раз, три раза, это уникальный случай по Дальнему Востоку больше нигде, пока на данный момент не планируется. Да нет, после Москвы мы вторые. Вообще в России. В России, да. Андрей Владимирович, вы, как всегда, впереди планеты всей. Ну, просто, я не знаю, мне понравились эти кролики, и я просто загорелся. Мне все говорили, да ну, не получится. Но я все-таки на Сим вообще молодец, хороший парень. Я еще, знаете, что хочу добавить? Вот у меня какая-то ассоциация возникла, даже немножко жутко, да, как-то так. Ну, жутковато, да. Мне напомнило это произведение Франца Кавки. И сейчас же очень модны различные квесты, много голливудских фильмов на этот счет, да, когда люди действительно идут не зная куда. И вот эта интрига, она очень, она с одной стороны пугает, а с другой стороны, действительно, ну, настолько интересно. Дух авантюризма, да, Татьяна, как вы сказали, он все-таки одерживает верх. И мне кажется, что еще поэтому люди все-таки оставляют для других вот эту возможность развернуть эту конфету волшебную, да, и не поделиться ею после просмотра ни с кем при этом. То есть это очень здорово. Это, конечно, по-настоящему уникальный, не побоюсь этого слова, проект во всем мире. Причем, и, наверное, даже новый жанр может быть. Как вы считаете? Вот будет ли это стартом нового жанра в театральном мире? Вот вроде бы, вот сейчас мы разговаривали, вроде все придумано уже. До Станиславского. Да, да, да. Все ходы, выходы, уже Шекспир там все написали. То есть все придумано, да? Но вот оказывается, это не все. Я впервые стою и разговариваю с артистами, с режиссером о том, о спектакле, о котором они понятия сами не имеют, что там будет. Это уникально. Это, как мне сказал один друг, да, там с Москвы, я бы с удовольствием поучаствовал бы в таком проекте. То есть каждый актер, каждый артист и каждый режиссер, он мечтает. То есть я не знаю, что там, да? Вот я распечатал, у меня уже становится плохо уже, седьмое число близко, да? Вот мне кажется, это такой пинок хороший, волшебный для артиста, проверить себя на самом деле на прочность. Я вот хотела задать вопросы, Андрей Владимирович, в один день будете исполнять роль вы, Татьяна в другой, и у вас есть третий артист. Да, у меня третий артист, он мне случайно по дороге попался, но он великолепный человек, я его очень давно знаю. Это всемирно известный ведущий Константин Поспелов. Так вот, мой вопрос заключается в чем? В том, что насколько вы волнуетесь, насколько страшно и вообще как согласились? Ну, Андрей Владимирович, с вами все понятно, вы-то согласны на любую авантюру в хорошем смысле. Да, я сумасшедший, да, в хорошем смысле. Татьяна, волнуетесь вообще и к чему, как вообще к этому, возможно ли к этому подготовиться? Нет, конечно, я не волнуюсь, я в ужасе. Конечно, страшно, волнение необычайное, и чем ближе дата приближается, тем нарастает волнение. Страшно, однозначно страшно, но это некий такой вызов самому себе. Да, это ты можешь проверить себя на прочность, как ты будешь себя чувствовать. И эти люди, которые придут, я уверена, что они мне помогут. То есть я буду там не одна, и те, кто будут сидеть и смотреть на меня, и будут помогать мне в этом. Да, там будет драматург, главное, носи. Да, самое-то главное, у меня все есть, у меня будет пьеса, у меня будут люди за спиной, у меня будут люди в зале, пусть даже будут единицы, это абсолютно не важно. Но в моей жизни такая первая авантюра, и я надеюсь, она закончится успешно. Мне кажется, все-таки там есть некие механизмы, которые не дают возможность встать, впасть в ступор артисту на сцене и действовать, потому что там и зал, зал ведь тоже задействован. Он полностью задействовался. Прямо с первых слов, там есть даже в интервью, по-моему, Алиса Гребенщикова или кто-то, они дают там интервью, что сначала, когда все это открывается, он предлагает на СИМ, через меня или через тебя, предлагает сначала посчитаться. То есть изначально? То есть изначально весь зал, первый, второй, третий, четвертый, как-то вот они по залу все считаются, но на этом все заканчивается информация. Да, то есть я понимаю, что мы можем рассказать какие-то там небольшие крупицы. Да, и что там еще, есть, по-моему, такой маленький кусочек, что через эту пьесу он рассказывает про свою страну. Да, там есть, и чуть-чуть как бы история страны идет, история этого, и финал как бы есть маленькая, тоже там четыре строчки, которые можно сказать, что это как бы про кроличью нору. То есть мы каждый где-то, ну в общем это все посвящено миру, миру и дружбе и открытию там страны, чтобы любили друг друга и все в мире жили. И когда мы еще, вот в контракте написано там несколько раз, что нет никакой политики, нет никакой политики, нет никакой политики. То есть все посвящено дружбе, миру, счастью и любви. Да, я думаю, это будет что-то очень такое теплое, позитивное, призывающее к любви, да, вот, ну это же самые-самые главные чувства в нашей жизни. Ну такая война там идет, это же уже что там творится. Поэтому будут призывать к любви, нежности, трепету. То есть после того, как вы уже, вам посчастливится, ознакомиться с этой пьесой, с этим произведением, вы сможете дать интервью, но рассказать только определенные вещи, я правильно понимаю? Это также прописано в контракте. Да, 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 то есть мы не можем рассказывать, допустим, как вот, они же никто не рассказывают, ни Антон Красовский, ни Алиса Гребенчакова и все. Ну суть, да, суть не излагает мне. Нет, нет, они говорят там, вот посчитаться там, то-то, то-то, но Гребенчакова была в майке, естественно, да, Кирилла Серебренникова здесь, то есть свободу, да. То есть тут одежда как-то влияет или не влияет, это я узнаю за 48 часов. Ну интервью после мы сможем дать только на основе собственных ощущений внутренних, то, что осталось, а о чем это будет, я думаю, что навряд ли мы сможем это сделать. Ну это могут узнать лишь те, кто отправится в спектакль «Белый кролик, красный кролик». Сейчас я предлагаю сделать небольшую паузу в нашем разговоре, мы прервемся на короткую рекламу, а после продолжим. Не переключайтесь. А мы продолжаем наш разговор об уникальном театральном проекте «Белый кролик, красный кролик». У меня, как и у многих, наверное, телезрителей сейчас возникает вопрос, все-таки вы так или иначе являетесь режиссером этой пьесы, и, конечно, как-то вы готовитесь к ней, то есть есть, как вы сказали, некий реквизит, да, который необходим. Ну да, он будет за 48 часов назван, то есть у нас есть 48 часов подготовиться, и какие-то инструкции еще будут, то есть это еще реквизит и инструкции, какие инструкции мы не знаем, но я думаю, надо подготовиться чисто физически и морально. Надо побегать, отдохнуть, в море искупаться, успокоить, нервы, и я думаю, надо просто успокоиться, потому что действительно надо сконцентрироваться и успокоиться. Проект, конечно, но мы играли, мы огромные пьесы играли, то есть тут не может быть что-то вон выходящего такого, просто надо организоваться, но я же люблю с залом общаться, то есть это какой-то будет супер интерактив, надо спокойно все это разыграть, тем более, что как бы написано, что сам Насим незримо присутствует в зале, то есть да, он как бы в этой пьесе, он незримо присутствует, тут есть такие слова. То есть можно быть спокойным. А может быть не замечали такого, что есть какие-то прям вот подсказки, которые нужно разгадать, ну как опять же в квесте, да, в каком-то, между строк не читали или такого нет? Ничего нет, в инструкциях ничего не написано, в контракте ничего такого нет. Интересно, конечно, безумно интересно. Интрига сохраняется, то есть до самого-самого представления, и мы тоже в этой интриге. Насколько я знаю, Насим уже выездной, его выпускают из страны, есть определенные планы, он написал вторую пьесу. Он написал вторую пьесу, которая называется Насим, и он сейчас путешествует с ней по всему миру. А это молодой драматург или он уже постарший? Нет, он молодой такой, да, такой симпатичный такой, бодренький такой. Его можно найти на фейсбуке, да, если кто хочет, пожалуйста, там. Он есть в инстаграме, и как бы он... У него такая сложная фамилия Насим Сулейманпур. Да, Сулейманпур, да. Его можно везде найти. И вот он сейчас путешествует по всему миру, он тоже интрига какая-то сохраняется у него. Но раз мы уже кролика приедем, а кролик еще будет путешествовать долго. Потому что там вот Аврора Нова, у них уже гастроли расписаны до конца года практически. Это компания, которая сейчас владеет правами. Да, она владеет правами, да. То есть, ну, как бы, я думаю, что после этого надо его самого сюда привезти. Вот тут у меня такое. Я думаю, у вас получится в ваших руках, Андрей Владимирович. Да, куда он денется, куда он денется. Потому что он в Москве не был, пускай он начнет с Владивостока. Может быть, как-то... Тем более Азия здесь, в конце концов, в двух шагах. Запланировано, как бы, у него, наверное, уже давно. Но мы уже закинем туда Нево, Тудочку, там, я не знаю, там, Гарпун какой-то. А мне, кстати, кажется, что вот как раз Азиаты, безумно азартные люди, они бы очень заинтересовались бы подобным проектом. Ну да, его можно как и на английском языке, потому что даже в контракте написано, нам на каком языке прислать будет эту, как бы, пьесу. Я говорю, конечно, на русском. То есть, а может быть, там, его на японском сыграть, там, у нас же много, там, китайцы, у нас Азия тут вся. То есть, мне кажется, если мы вот взяли этого кролика, да, надо как-то... Три спектакля мало, но я не мог замахнуться на восемь и семь кроликов. Ведь это каждый раз разный актер. Да, Монтовидео, там, Москва, там, они огромные такие столицы, там, Нью-Йорке. А у нас пока Владивосток, я думаю, для начала мы сделаем три кролика, как бы, а потом, если нам разрешат, если там что-то такое, то, может быть, как-то и продолжить эту тему. Ох, очень интересно. Такой вопрос. Какие площадки-то, мы говорим, что будет спектакль, а где еще не рассказали? Они разные или будет одна площадка? Нет, у нас две площадки будут. Первая площадка седьмого числа, это у нас в Театре Тан. Ну, как же мы можем упустить свою возможность. Да, наша родная площадка. Да, наш родной театр на Нерчинской, 32, тем более у нас там все, мы даже там уже ремонтик скоро начнем делать, уже к седьмому, да, потому что много интересных людей придет. Там директора фестивалей, там, потому что все хотят туда попасть. Конечно. И, а восьмого и девятого, благодаря Роману Дмитриевичу, мы работаем на арт-этаже. Да, прямо центр Владивостока, на втором этаже нам дают помещение, там налево очень красивое крыло, вид на Океанский проспект. И там будет вот два кролика, восьмого и девятого. Мы завтра уже вешаем на красивые баннеры, на балконы, на два балкона, там афишу. Покажите нам вот хотя бы одну афишу. Ну вот, пожалуйста, вот у нас вот такая афиша. Андрей Владимирович будет первооткрывателем, у нас будет движимой силой, а мы будем с Константином сидеть дома и грызть ногти. Да, мы сделали разные афиши красивые, вот такие, вот такая у нас афиша. И есть еще главная афиша, которую просили сами Аврора Нова. Вот такая афиша, она должна висеть перед входом в театр. Она означает, что белый кролик, красный кролик, Насима поставлен вулканом театра именно тогда. Самым первым. Да, то есть, как бы они думают, наверное, что вот не здесь премьера прошла, а вот премьера именно прошла вон там. То есть условия не заканчиваются ни на чем. Вот они диктуют, диктуют свои условия. Ну, европейская, как бы и контракт-то такой, он такой строгий. Но с другой стороны, если не соблюдать эти строжайшие условия, то проект перестанет существовать. Ну да, мы идем, потому что мы сделали афиши, мой дизайнер сделал афиши, мы отослали их в Берлин. Они посмотрели и написали только одно слово. Вау! А сами кролики, они должны быть именно такими или нет? Или это вы нашли именно такие? Нет, это вот мой дизайнер сделал, да. Да, вот Андрей, да, он сидит в Москве и делает вот такие нам шикарные афиши. Потому что вот в Монтовидео там нет афиши. Там 8 актеров, тоже интересная афиша сделана. Значит, 8 актеров, и они в разных позах. Кто вот так закрыл, кто вот так. То есть лица, то какая-то вон интрига. Тайна, тайна. Все 8 актеров, вот они начинают сегодня работать, сегодня первый спектакль, 8 дней. А вы все следите и дадите что-нибудь узнать, да? Нет, я просто подписываю. Каждый день даже, заходя в интернет, я все равно, но это все равно же тема не дает покоя. Но не может же быть, что за 9 лет ни единого отзыва, ни единого слова о нем. Все равно я продолжаю искать на просторах интернета какую-то информацию. Потому что невероятно, за 9 лет ни одного отзыва. Ничего нет. Как бы мы ни искали, как бы я ни просила супруга искать информацию. Там друзья у меня тоже. А саботажников-то целая куча вокруг. А вдруг это, а вдруг это, а вдруг. Я очень надеюсь, что это не вдруг, это все наверняка. Я уверена в этом. Ну что, я думаю, что мы уже исчерпывающе рассказали о предстоящем спектакле. Осталось только прийти и посмотреть. Да, и вы не забываете, что нам 4 года исполнилось. Да, я вот как раз хотела перейти. Вы меня опередили, Андрей Владимирович. Я вас хочу поздравить. Буквально недавно, в апреле, театру ТАН уже время бежит, исполнилось 4 года. 4 года, да, на Пасху, 13 апреля. Немало спектаклей поставлено, впереди грандиозные планы и события. Так вот, расскажите о них. Помимо такого уникального для Дальнего Востока события, чего еще ждать от театра ТАН в предстоящее время? Ну, как бы, проектов много. Но, с одной стороны, 4 года прошло, мы много чего создали. Наконец-то у нас там база появилась в нашей школе на Нерчинской. Но появились новые люди в театре. Вы же знаете, у меня же ведь текучесть кадров, да? Они 2-3 года поиграли, сказали, хватит, Андрей Владимирович. Рассвели. У меня год отдыха, они у меня берут, знаете, как декретный выпуск такой. Я говорю, не, ну, одна-то уже родила у нас уже на Сахалине, там. Она все говорит, я в декрет. Я говорю, ну, хорошо, через 9 месяцев должна уже скоро вернуться. И появились у нас новые лица, вот Татьяна, много у нас, да. И мы двигаемся все вперед, но и хотим вернуть старый репертуар. Вот мне очень дорог спектакль, и зрители просят ведунья. Ваш любимый. Да, мой любимый. Где вы главный родительный. Да, где я ведуна играю, да. То есть, вернуть старый репертуар, но вот нового, что у нас там, а что у нас нового? А, мы участвуем в метадраме опять. В театре молодежи, там сейчас идет огромный проект. Мы представляем. Неделю, да. Да, и мы нашу Галю Лавриненко, да, мы представляем ее спектакль, который вошел в шорт-лист «Время драмы». Там она опять вошла где-то в десятку или в пятнадцать лучших современных драматургов «Открою эту чертову дверь». Необычайно интересно. Да. Я зачиталась, я когда ее, я дошла до конца, когда мне было мало, я хотела еще больше впитывать, но это такой вот репертуар, поэтому его оказалось мало. Очень интересно. Тоже продаются билеты, насколько я знаю, да, на метадрам? Это, да, это театр молодежи занимается, тоже на уровне Министерства культуры, потому что туда приезжают в Ирыпаев, там, ну, знаменитые все такие, да, московская комиссия, жюри, в общем, там всякие эти, вы уже тоже боитесь, да? Там необычайные повороты просто внутри происходят, и для того, чтобы ее поставить, мне кажется, нам нужно будет очень-очень постараться, потому что там прям… Ну, мы будем, вот, если в прошлый раз вот в метадраме, да, мы показывали спектаклям, разговор которого не было, но у нас в руках был текст, ну, я вот так изобрел, да, как двоечники, такие актеры, мы играем спектакль полностью, да, но иногда подсматриваем текст, иногда читаем, иногда не читаем. В чем некоторый народ был недоволен там у нас, понимаете, что, что такое, как это так? Я говорю, ну, вот, я вот так изобрел, ну, это вот такая вот вещь, а в этот раз мы просто не успеваем, и мы показываем спектакль как читку, то есть полностью читка, то есть мы как сидим, у нас пюпитры стоят, мы там просто читаем по ролям этот спектакль, потому что его поставить невероятно сложно. Ну, это тоже очень своеобразная форма постановки. Очень, потому что Галя Лавриненко, она пишет как комедии сумасшедшие, вот, «Ведунья», потом «Комната Адультер», вот ее, вот, и здесь все происходит в подвале. Они психологически сложны на восприятие, но интересно. Там под стол залазит одна маленького возраста, вылазит… Не рассказывайте, смотри, вы. Ты же знаешь, я же люблю все рассказывать, ну, ужас какой-то, вий какой-то, откройте мне веки. Не раскрывайте всех интриг. Ну, вот все придут 5-го числа, мы показываем 5-го числа, в 18.00. 5-го июня? 5-го июня, да. У нас как-то все вот навалилось сегодня июнь. Ну да, у вас прям перекликается с кроликами. Не, ну, здесь ничего готовить не надо, тут надо только мозги в кучу собрать. Жанр, да, только собраться силами, и все. Очень плотный график, поэтому… А 5-го мы участвуем, да, наш театр участвует, вот мы «Открой эту чертову дверь» Галина Лавриненко. Ну, я желаю вам успехов, я желаю вам, конечно же, самое главное, удачно отыграть белого кролика, красного кролика. Пережить его. Пережить его. Поймать его. Сильно не волноваться, но в меру все-таки волноваться, потому что волнение нужно артисту в любом случае. И оно держит его в тонусе, да, и творческому человеку любому. И хотелось бы, чтобы вы сейчас напоследок еще разочек пригласили всех на это замечательное событие. Где, когда, во сколько, Андрей Владимирович, вам слово. Да, значит, я всех приглашаю, приходите, звоните. Значит, 7-го числа мы играем у нас в театре «Тан» Ярчинская, 32. Я веду первый, как бы сказать, да. 8-го числа, Татьяна Пчелки, «Арт этажи» на втором этаже. Завтра там будет висеть баннер, будет висеть вот такая огромная афиша. И 9-го июня там же «Арт этажи», Костя Поспелов, великолепный ведущий. И это у них будет начало в 18.00. А у нас 7-го, это пятница, в 19.00. Да, спешите, торопитесь, потому что билеты остаются единицы. Да, инстаграм у нас «Нартов Андрей», «Театр Тан», подписывайтесь. И прямо вот срочно, сразу сегодня поднимайте трубку телефона, потому что там вообще очень мало. Я не буду говорить. У нас всего-то 66 посадочных мест. 66. Нужно успеть. Надо еще один стул поставить 61. На «Арт этажах» чуть больше. А на «Арт этажах» чуть больше. Да, поэтому там прям... Вот почему мы решили в такой вот, в интимной такой обстановке, в камерной. Это так и должно быть. Я думаю, по-другому такой спектакль невозможно. Это не залы, там, не жена, в тысячные какие-то, а вот таком. Я, в свою очередь, хочу вас поблагодарить за возможность такого уникального интервью, разговора с людьми, которым предстоит играть спектакль, о котором они ничего не знают. Это крайне было интересно. Это даже для меня, для журналиста, еще не увидевшего этот спектакль, безумно интересный опыт. Поэтому я, конечно, тоже очень рекомендую всем попасть на этот спектакль, в «Театр Тан». Вам огромное спасибо еще за то, что дарите такую возможность всем жителям Владивостока. Так вот только для них и стараешься. Уникальную, да. Потому что Владивосток тоже увидел, не только там москвичей. Ну и, конечно, с наступившим вас днем рождения. Успехов, развития всего самого-самого лучшего. Спасибо большое. Я напоминаю, что это была программа «Время говорить». В студии работала Анна Бережная. Увидимся на восьмом.